Аккуратно стараясь не делать ошибок, воспитанники детского дома номер один пишут письма Деду Морозу. Желания у всех разные. Кто-то мечтает о кукле, кто-то о новой сумке или системе караоке. Но объединяет абсолютно каждого ребенка еще одна мечта – обрести теплый родительский дом. Исполнить эту мечту ребенка хотя бы на время возможно. Для этого необходимо поучаствовать в акции «Теплый дом». Акция «Теплый дом» уже не первый год приносит свои положительные результаты. Наши воспитанники в дни каникул, выходные и праздничные дни проводят время в семьях граждан нашего города, даже области. Дети в этих семьях находят теплый семейный уют. Ребята приобретают необходимый положительный им опыт проживания в полных семьях. В прошлом году благодаря акции «Теплый дом» 64 ребенка обрели счастливые выходные каникулы в кругу, хоть и временной, но семьи. В этом году еще 42 воспитанника детского дома провели свои каникулы в семьях. У них много впечатлений, они приносят подарки, они делятся, рассказывают своим одногруппникам, как они провели время, как они общались, сколько у них много появилось знакомых, куда они ездили. В различные детские организации обычно их водят, на боулинг, на батуты и так далее. То есть счастье получается? Счастье получается, да, немного счастья. Хоть и не часто, как хотелось бы, но порой случаются чудеса, и дети остаются в семьях. Дети привязываются к новым своим, можно так сказать, родителям. Родители привязываются к таким детям. Бывают такие ситуации, когда родители потеряли своих родных детей, они приходят в детский дом и видят в глазах чужого ребенка своего, они сбирают этих детей. Берут, допустим, также на поиски, а потом уже совсем. Да, сначала это как бы они пробуют, как репетируют, а потом дети остаются в этих семьях. И очень счастливые семьи получаются. Подарить добро и заботу тем, кто в этом нуждается, может большинство горожан. Временная передача, что это вообще такое? Это на период летних или зимних, весенних, то есть любых каникул, в выходные дни, в праздничные дни. Временная передача детей осуществляется гражданам совершеннолетним, проживающих на территории Российской Федерации. За исключением лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах, лиц, признанных судом недееспособными, лица, отстраненных от обязанности опекуна и бывшие усыновители, если усыновление отменено судом. Чтобы получить разрешение взять ребенка в семью, желающие должны обратиться в органы опеки и попечительства, где специалисты расскажут, какие документы нужны для того, чтобы получить заключение о возможности временной передачи в семью. Справка об отсутствии судимости, акт обследования жилищно-бытовых условий, обязательно копия паспорта, медицинское заключение и согласие всех членов семьи, которые с ним проживают с возраста от 14 и старше лет. Уважаемые жители нашего города, если у вас есть возможность и желание сделать по-настоящему Новый год семейным праздником для наших детей, подарите им частичку своего тепла, заботы, внимания, приходите к нам, мы с удовольствием вам поможем. По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа по телефону 539 90 и 537 39.